Еще Глеб может показать, например, где круг, где квадрат, где треугольник, ромб, прямой угольник. Потом он некоторую букву знает и пишет букву А печатную. Ну так, размашиста пока, но понятно, что это буква А. Потом понимать такие понятия вверх, низ, большой, маленький, одинаковые предметы. Например, ему скажешь, покажи самую маленькую матрешку, большую матрешку, это различает. Или одинаковые картинки найди, он тоже может показать одинаковые картинки. Допустим, покажешь и много скажешь, найди такую же, он найдет. Потом он научился кивать, да. На некоторые вопросы он кивает, например, хочешь, будешь, спрашиваешь его, будешь, яблоко, он кивает. Или там еще что-то, спрашиваешь, он может вот так вот кивнуть. Потом мы заметили, что он на занятиях тоже более усидчивый стал и сидит, сложив руки, ждет, как взрослый ученик. И вот так же мы где-то, если ходим с ним в магазине или я там что-то выбираю, он тоже ему скажет, посиди, Глебушка, подожди немножко, сейчас мама выберет, он слушается, сидит. Потом сейчас у нас была проблема, он зацикливался на эскалаторах и на лестницах, по несколько раз мог туда-сюда, вот, и с истерика оттуда уводили. Сейчас уже этого нет, он, в принципе, даже и не подходит. Ну, в общем, это прошло у нас.